Ениакит, Турция, конференция на тему интеграции народов постсоветского пространства на территории Турции Ениакит, Турция 22 февраля 2020 года По случайу столетия российской диаспоры в Турции и 15-летие российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества в Стамбуле состоялась конференция на тему интеграции народов постсоветского пространства на территории Турции Выступая на открытии конференции, председатель Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества, генеральный директор Российского культурного центра Карани Чакир, отметил, что Турция веками была домом для различных сообществ. Чакир, рассказав, что и сам поселился в Турции как эмигрант, продолжил, Турция на протяжении веков принимала многие народы, цивилизации, культуры и продолжает делать это, равно как и продолжает оказывать прием советским народам. Цель проведения этой конференции – вновь напомнить и поговорить об исторической дружбе между двумя странами. Историк, писатель, профессор, доктор Эльбер Артайлы, Эльбер Артайл, подчеркнул, что история дипломатических отношений Турции и России насчитывает около пяти веков, а торговые отношения восходят к еще более давним временам. Отношения двух стран, процветавшие в период национально-освободительной войны и основания республики в Турции, приостановились с наступлением времен Холодной войны. И эта приостановка серьезно повлияла на науку, культуру и искусство, сказал Артайлы. По словам историка, в период Холодной войны поколение граждан в Турции и России оставалось вдали от культуры и искусства друг друга. Сейчас мы должны больше сосредоточиться на мире между нами, продолжил Артайлы. В России живут турки, здесь живут русские. Наши дочери имеют семьи там, у нас есть русские невесты. Уже в самом ближайшем будущем количество детей, родившихся в смешанных браках, достигнет миллиона. Практически нигде больше это невозможно. Россия учит своих детей турецкому языку, если даже родители, русские. Имейте в виду, мы должны продолжать этот синтез двух культур. Нужно чутко относиться к этому вопросу. Мы дети империи. Сегодня в отношениях между Турцией и Россией есть некоторые проблемы. Обратил внимание Артайлы. После Холодной войны мы не смогли достаточно узнать Россию. Мы стараемся делать это. В российском обществе тоже сохраняется неосведомленность относительно Турции, которая порой зашкаливает. Некоторые вздорные политические идеи русских о Турции нам не нравятся. Турция не является угрозой для русских. Мы не русофобы. Это нужно донести. История Турции тесно переплетена с историей России. И это требует от нас мира, а не борьбы. Золотой век турецко-российской дружбы генеральный секретарь платформы «Диалог России и Турции», эксперт в области политологии и международных отношений Синон Сурмели. Синон Сурмели дал оценку историческим связям Турции и России. По выражению Сурмели, нынешний период можно назвать золотым веком турецко-российской дружбы. Благодаря поискам нашего общего будущего в качестве альтернативы евроатлантическому миру мы сделали много стратегических шагов. И как результат, турецкий поток, атомная электростанция АКУ, система противовоздушной обороны С-400, цель по доведению двустороннего товарооборота до 100 миллиардов долларов, растущий день от дня число российских гостей на благо туристической отрасли, работы в области культуры и искусства, совместные поиски мира в Сирии. Еще никогда в истории Турции и России не подписывались под таким количеством дипломатических инициатив. И для обеих сторон очень важно воспользоваться этим шансом. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.